с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 17 мая международный день электросвязи отмечается с 1969 по решению сессии административного совета международного союза электросвязи есть оказывается и такой в день основания этой организации еще в 19 веке сегодня без электронных средств связи представить нашу жизнь весьма сложно тем более в последнее время у родившихся 1155 год в этот мир согласно некоторым источникам приходит чингисхан что означает буквально владыка вселенной настоящее имя великого полководца было тимучин по свидетельству летописов чингисхан был великим стратегом и правителем большого личного обаяния военными успехами он обязан не столько своему личному участию в битвах сколько мастерству подчиненных ему начальников абсолютно преданных и ему и его идеи покорения мира 1904 год начало двадцатого века в этот мир приходит жан алексис монкорже более известный нам как жан габен французский актер служил на флоте воевал в танковых войсках и стал еще при жизни легендой мирового кинематографа он признавался что пришел в кино против воли снимался поначалу без энтузиазма и свыкся с необходимостью работать перед камерой только спустя 40 лет кстати в девяносто первом году другой великий француз луи де фюнес учредил приз жана габена который вручают начинающим французским актерам ну а теперь некоторые события этого дня 1718 год английский юрист джеймс пакл запатентовал первый в мире пулемет который так и назвали ружье пакла она ружье было поставлено на треногу и снабжено барабаном скорострельность при этом повышалась по сравнению с обычным ружьем более чем вдвое с 4 до 9 выстрелов в минуту для того времени но ружье было и более громоздко в обращении требуя нескольких человек прислуги которые в противном случае могли бы сами вести огонь и тем не менее это был прообраз настоящего пулемета 17 мая 1727 года после смерти екатерины 1 императорский престол в россии переходит к малолетнему петру второму он внук петра первого сын казненного царевича алексея и софии шарлотты брауншвейк вольвен бютельской петр алексеевич последний представитель дома романовых по прямой мужской линии вступил на престол когда ему было всего одиннадцать лет он стал третьим по счету императором всероссийским который принимает официальное имя петр однако жизнь его заканчивается в 14 лет в 1749 году рождается английский хирург эдуард дженнер основоположник вакцинации кстати опять же в мае спустя 17 лет он делает успешную прививку от оспы здоровому восьмилетнему ребенку после этого он контактировал с больными но защита сработала но ценность прививок от оспы была доказана только через несколько лет концу 18 века по методу дженнера европе было привито 100 тысяч человек тогда же в его честь была выбита медаль от английского парламента дженнер успел получить премию в 120 тысяч фунтов это астрономическая по тем временам сумма 1792 год день создания нью-йоркской фондовой бирже жарким майским днем 24 самых активных брокера собираются в тени раскидистого платана и договариваются о создании единой фондовой бирже они создают перечень торгуемых акций стоимость которых привязана к показателям капитализации профсоюз неожиданно становится успешным и в 1817 году у него появляется первая конституция а в 1863 биржа получила официальный статус и нынешнее название организация быстро завоевала престиж и осваивала все больше капитал 1809 год император наполеон издает декрет который объявляет что глава католической церкви лишается светской власти а рим и все владения папы присоединяются к французской империи папа пи 7 этого не стерпит и опубликует булу об отлучении от церкви похитителя наследия святого павла это цитата наполеон тогда решит взять папу на измор когда французские войска захватит рим летом того же года папа будет арестован и просто перевезен в гренобль а затем на юг франции но пи 7 окажется крепким орешком и даже после трех лет заключения откажется уступить требованиям императора настоящий папа 17 мая 1909 года в этот день проходит открытие русских балетных сезонов в париже французской публике представили одноактные балеты михаила фокина в декорациях александра бенуа солировали нежинский и корсавина в 1907 году парижан познакомились с русской симфонической музыкой а в следующем дягилев привез париж оперу мусоргского борис годунов с самим шаляпином 17 мая 1921 года в советской россии отменен декрет о национализации мелких предприятий начинается так называемая новая экономическая политика сокращенно неп провозглашенная на десятом съезде партии в 1973 году в сенате сша начинаются слушания по так называемому оттергейт скому делу 37 президента ричард никсон переизбранный на второй срок от республиканской партии оказался замешанным в противозаконном деле его команда подслушивала штаб-квартиру конкурентов демократическую партию под давлением неопровержимых улик в августе 74 никсон взял и ушел в отставку было установлено что он знал о послушивании но не воспротивился и не пресек его 1985 год выступая на собрании актива ленинградской партийной организации генеральный секретарь цк кпсс михаил сергеевич горбачев впервые провозглашает лозунг ускорения заявив что советские люди готовы и впредь активно участвовать в коммунистическом строительстве но по-новому 2007 год в москве подписан акт о каноническом общении между московским патриархатом и русской православной церковью за рубежом но еще об одном событии такой же день а точнее ночь 1606 года в кремле убит лжедмитрий 1 все начинается с восстания в москве против поляков на 9 день после венчания с мариной мнишек лжедмитрий убит из сожжен пеплом даже заряжает царь пушку единственный выстрел развеивает прах самозванца марина мнишек арестована а руководил заговорщиками будущий царь василий шуйский кем же был уже дмитрий человек который почти год правил руси самозванцем или действительно чудом спасшимся сыном грозного все это так и осталось неизвестным однако в свое время историк николай костомаров весьма убедительно доказывал что григорий отрепьев и уже дмитрий первый два разных лица так что тайна по-прежнему не раскрыта с вами был николай пивненко в проекте дата